Жители некоторых латвийских городов начали устанавливать на своих домах таблички с названием улиц на русском языке. Первыми это сделали в Лейпай, а затем и в Риге. Власти столицы тут же начали снимать с домов таблички на русском и напомнили, что адрес должен быть указан только на государственном языке. Репортаж Екатерины Зориной. Ее изображение на первых полосах газет в полицейском рапорте и личном архиве. Речь о табличке на частном доме. У соседей такая, у Евгения Осипова такая. Название улицы, теперь еще и кириллицей, разница всего в два слова. Но из города Лепая, что в двухстах километрах от латвийской столицы Евгений устроил переполох на всю страну. Когда я первым повесил эту табличку, была такая истерия в обществе, ну в латвийской среде. Мне там обещали и голову отрубить, и дом сжечь и так далее. То есть несколько русских букв действительно очень взбесили их. Мы это используем в принципе сегодня, да, как такой способ переболеть националистам вот своей этой страшной болезнью, вот этой ксенофобии, русофобии. На топонимическо-лингвистический протест в политическом вопросе он решился после референдума о статусе в Латвии русского языка, родного для 40% жителей страны. Опрос состоялся в феврале государственным. Русский так и не стал, но запроголосовал каждый четвертый. Увешивание табличек с использованием русского языка – это такой своеобразный волевой акт, говорящий о том, что мы здесь живем, русский язык здесь был всегда, такая акция протеста. До сих пор никто не осмеливался. В латвийском законе есть пункт. Названия должны быть на государственном латышском языке. Но нет слова «только», и это предмет отдельного спора. В центре госязыка о содеянном обмолвились. Поступок, конечно, аморальный, но наказывать не за что. И русских букв на лепойских домах стало больше. На двух языках уже десятки табличек. Одному из жителей Лепой, кстати, бывшему депутату латвийского парламента, который тоже разместил на своем доме табличку на двух языках, бумагу из полиции все-таки прислали. В письме отругали, но не за лингвистические вольности, а за то, что табличка висит в глубине двора. Название улицы плохо видно. Табличный бунт перекинулся в столицу, и здесь схватка за чистоту языка куда яростнее. Ничего он не установит, нет никакого разрешения. У этой многоэтажки дискуссия на повышенных тонах и с применением юридических терминов. Я ссылаюсь на рамочную конвенцию о защите прав национальных меньшинств. Конкретно третья часть, одиннадцатая статья, говорит о том, что в местах традиционного проживания большого количества национальных меньшинств, его представители имеют право на указатели на родном языке. В доме почти 200 квартир. Управляющий настаивает, всех не спросили, но настроение жильцов кажется понятным. Супер, молодец. Спасибо. 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 Но тут опять полиция, опять фотографии. По нашему мнению и по правилам Реческой думы, нельзя устанавливать на территории Риги никаких табличек на русском языке. Провисело три дня, сняли тихо, протокол не показали, обвинений не предъявили, хотя штраф вице-мэр Риги Андрис Амарикс обещал через твиттер. Юриста Илариона Гирса, это он к латышскому, добавил русский, а позвал политическим хулиганом. Активисты общества «Родной язык» в ответ решили провести генеральную уборку рижских улиц. Не вешать новые указатели, отмыть старые, те, где названия улиц на русском были, но уже много лет замазаны краской. Екатерина Зорина, Владимир Елманов, Вести, Лепая, Рига, Латвия.